В 2021 году Россия экспортировала 230 миллионов тонн сырой нефти в 36 государств. Основным покупателем черного золота стал Китай в Поднебесную. Наша страна поставила более 70 миллионов тонн. Нидерландам, которые являются европейским хабом по приему российского сырья, продано было 37 миллионов. Третий по объему закупа нефти в 2021 стала Германия. Также ключевыми потребителями были Белоруссия, Южная Корея и Польша. Больше половины черного золота страны-импортеры используют для производства топлива для всех видов транспорта, почти треть в нефтехимической промышленности. Чуть больше 10% применяют для выработки электроэнергии. Рекордными в прошлом году стали поставки природного газа трубопроводным транспортом свыше 200 миллиардов кубометров. Из них почти четверть пришлась на долю Германии. Свыше 25 миллиардов кубометров было продано Турции, почти 20 миллиардов – Белоруссии. Также в первую пятерку по объему поставок вошли Дания и Франция. Всего голубое топливо под трубопроводом поставлялось в 32 страны. Основной объем приобретенного газа страны-импортеры используют для коммунально-бытовых нужд и производства электроэнергии. По данным на конец 2021 года свыше 40% европейских домохозяйств используют газ. Отмечу, что в этом году Тюменский нефтегазовый форум проводится уже в 13 раз. Впервые он прошел в 2010 году. И с тех пор это ведущая площадка страны для экспертов нефтегазовой и машиностроительной отраслей. Далее предлагаю совершить экскурс в историю форума. Это уникальный для региона кадры. Первый в истории нефтегазовый форум. Он стартовал как региональная научная конференция. Уже тогда, 12 лет назад, в 2010-м нужно было обсудить актуальные проблемы отрасли. Для этой цели форум посетили 500 участников. В 2011-м стало ясно, применение инноваций невозможно без инвестиций. Ученые предложили решиться на эксперимент. Идеальный площадок выбрали Увадский проект. В 2012-м на форуме было принято решение о создании Тобольского промышленного узла. Еще более продуктивным диалог получился в 2015-м. К нам приехали более тысячи участников и гостей из России, США, Монголии, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. На этих кадрах 2016-й год. Седьмой Тюменский нефтегазовый форум, который уже входил в пятерку, крупнейших отраслевых мероприятий, проводимых в России. Тогда он получил статус всероссийского. Среди ключевых тем – инженерное образование и нефтегазовые технологии от импортозамещения к экспорту. Иностранцы прощупывали почву и строили планы на переезд. Здесь, в Тюмени, производство нового клапана обходится намного дешевле, потому что и сталь дешевле, и производственные расходы ниже. Самое главное, что мы здесь рядом с потребителем. Годом позже регистрацию форума прошли 2030 человек. Тогда максимальное за его историю количество участников. Главной темой мероприятия стала добыча нефти в новых условиях – экономика, технологии, экология. Именно тогда тюменские производители заключили контракты с северными добывающими предприятиями на 65 миллиардов рублей. А в 2018-м на форуме пять крупных компаний России провели закупочные сессии с тюменскими предприятиями. Впервые участвовал «Новотек». В том году форум официально получил статус международного. В Тюмень приехали участники из 12 стран и 40 городов. Считаю, что Тюмень, наверное, впервые принимает мероприятие такого масштаба. Мы видим, что все гостиницы забронированы. Буквально вчера делал скриншот того, что все четверки наши номеров свободной продажи вообще нет никаких. 2019-й отличился юбилейным форумом. Из-за большого количества участников регистрация и выставка проходили за пределами технопарка, в отдельных шатрах. Усилили безопасность и установили пропускную систему. В 2020-м пришлось перейти на новый формат форума. 3 857 участников в офлайне и более 4 тысяч человек наблюдали за событием на интернет-платформе. На выставке тоже было за что зацепиться глазу. 84 экспонента представили свои инновационные разработки. Вот резиденты изобрели гель, который помог устранить последствия экологической аварии в Норильске. В течение нескольких суток мы привезли эти резервуары, развернули, разверли трубопроводы, приняли, так скажем, топливную водяную смесь, перелили промежутный резервуар. Тем самым проблема была решена. Еще один шаг к экономическому росту создания нефтепромышленного кластера. Это совместный проект регионального правительства «Газпромнефти» и Ассоциации нефтегазосервисных компаний. На начало форума в него вступили 28 компаний, а за три дня присоединились еще 11. Ведь, как сказал губернатор, Тюмень всегда была интеллектом топливно-энергетического комплекса. Работу ТНФ-2021 дополнила уникальная открытая дискуссионная площадка с лекторием. И даже там обсуждали проблемы экологии. Губернатор Александр Мор заявил о строительстве второго карбонового полигона в Тюменской области. Аналогичный полигон мы планируем создать в следующем году в Тобольске. И, безусловно, здесь самая главная задача этих полигонов – это выработать методики, которые были бы признаваемы международным сообществом, для того, чтобы мы могли доказывать и поглощающие способности наших лесов, наших экосистем. Тогда за три дня были подписаны десятки важных соглашений и представлены более 600 проектов. Форум посетили более 10 тысяч участников из 60 регионов. И это далеко не предел. Традиционно на Тюменском нефтегазовом форуме подписывают соглашения. В этом году их больше 10. Сейчас рядом со мной находится директор агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец. Ольга Николаевна, вы сколько соглашений в этом году подписали и с кем? Мы вчера подписали три соглашения с инвесторами на нашей площадке. Это два инвестора в промышленный технопарк ДСК-500 и один новый у нас инвестор, резидент на инвесторный парк Багандинский. По какому из этих соглашений предстоит самая большая масштабная работа? Или они все вот такие? Они все примерно по масштабам сопоставимые, проекты в районе 50 миллионов рублей каждый. И сейчас по каждому соглашению уже ведется конкретная работа. Например, компания «Наомаш» уже представлена у нас на площадке ДСК-500. Они уже имеют небольшое производственное помещение, соглашение о расширении их деятельности и о развитии уже в промышленном технопарке дальше. «Мегатор» тоже компания, она существующая, и мы уже начали работы по ее размещению на ДСК-500 физически прямо. И вот третий резидент – это компания в инвесторальном парке. Это уже будет следующий год, когда физически, мы надеемся, начнется строительство. И если говорить про Багандинский парк, вчера на презентации я говорила о том, что площадка у нас сейчас прям в эти дни активно дорабатывается. Там проводятся работы, вертикальная планировка участков для того, чтобы снять затраты с резидентов, чтобы они могли сейчас как можно быстрее заходить, экономя на подготовительных этапах. Вот если говорить о ДСК-500, где уже работы, я так понимаю, в самом разгаре, там о каких сроках идет речь? Ну, ДСК-500, какой у нас сейчас статус? Мы провели архитектурный конкурс на концепцию реновации всей этой большой территории. У нас есть победитель, и сейчас мы находимся на этапе проектирования. После концепции мы пришли к проектированию. Проектирование тоже процесс довольно длительный, потому что объект огромный. Я напомню, что ДСК-500 – это территория бывшего домостроительного комбината, и только одно здание производственное, главное там – это 130 тысяч квадратных метров. Что это такое? Это примерно 5,5 красных площадей или 3 пирамиды Хеопса. Так вот архитекторы сравнивали наше здание с известными объектами. Поэтому масштаб огромный, и этап проектирования тоже займет время примерно до середины следующего года, и далее уже экспертиза, и мы надеемся, что 2024 год – это начало уже строительно-монтажных работ. Вот такой у нас план, при этом мы будем делать это поэтапно. И почему мы подписываем соглашение уже сейчас с инвесторами? Во-первых, у нас площадка, она физически-то присутствует, кто-то из них уже там начинает располагаться, и потом уже в будущем новом реконструированном объекте мы будем понимать, что у нас точно есть резиденты, и они у нас уже в 2022 году, мы понимаем, что они есть в объекте строящемся. Это очень важно для и проектирования, для кого мы проектируем, и для дальнейшего наполнения. Ну, учитывая масштабы, учитывая площади, которую вы назвали 2024 год, это вот, это прям быстро. Да, да, да. Это максимально быстро. Кажется, что вот еще вроде бы год, но на самом деле это очень вот сжатые сроки, потому что мы движемся сейчас очень так ритмично, я бы сказала. А почему? Потому что мы видим очень большой спрос, очень большой запрос на вот такой формат площадки для бизнеса, где все готово, где готово помещение, где разные компании, где есть услуги, где очень комфортно сотрудникам, где удобная транспортная локация. И на это есть очень большой спрос от бизнеса, поэтому нам нужно как можно быстрее на него дать очень качественный ответ. То есть можно быть уверенными в том, что наш регион продолжает оставаться интересным для инвесторов? Абсолютно точно так. Их становится больше вот в этом году? Есть, отмечаете какой-то вот рост? Я могу сказать, что сейчас большой интерес от инвесторов, разных инвесторов к созданию именно промышленных производств. Вот у нас был в таком пилотном режиме запущен сервис по сборке производства с нуля в июне этого года. И что мы делаем? К нам приходят обращения от инвесторов, у которых есть какой-то капитал, и они говорят о том, что вот мы бы хотели инвестировать это именно в создание, собственно, производства. То есть там не в какой-то там салон автомобилей, не в какие-то истории, связанные с торговлей, а именно... Появились такие новые векторы, получается. Именно в производстве есть, на это очень большой запрос. И это действительно то, что мы отмечаем. Опять же, почему? Потому что предприниматели видят, что освобождаются ниши, появляются очень обильные объемы разных государственных программ, федеральных поддержек, стимулирования этих проектов, поэтому, конечно, это вызывает большой интерес. А почему именно Тюменская область? Чем мы так привлекательны для них? То есть какие мы условия создаем для инвесторов? Тюменская область уже довольно хорошо известна за ее пределами, как регион привлекательный не только для нефтяников, но и для жителей, и для других компаний из других отраслей. Опять же, почему? Потому что, во-первых, у нас есть очень такая уникальная среда, связанная со здоровым диалогом между властью и бизнесом. Это такая дорога с двусторонним движением, где воспринимается обратная связь и очень открытая коммуникация. Это супер важно для крупных инвесторов. Это очень важно. Для средних, наверное, и таких небольших инвесторов важны другие вещи, и они у нас тоже есть. Это те же готовые площадки. Например, мы с этого года предоставляем земельные участки в индустриарном парке за 1 рубль за гектар. Многие слышали о такой мере поддержки в Москве, но она есть и в Тюменской области. И вот мы этими площадками управляем и предоставляем инвесторам. Есть, например, такие меры поддержки, как возмещение затрат на приобретение оборудования. Это очень популярная мера поддержки, и компаниям она очень интересна. Поэтому у нас вот та совокупность факторов имеется в регионе, которая формирует эту картину очень комфортного региона для бизнеса и для инвесторов. И это не только наше какое-то частное мнение. Мы ежегодно входим в число регионов-лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата, которые, напомню, формируются по опросам предпринимателей. И это уже такой, наверное, устоявшийся факт. И нам здесь в этом плане, с одной стороны, легко, с другой стороны, сложно, потому что нужно эту систему... Она и так хорошая, но мы постоянно ищем еще и еще лучшие практики. А что сделать так, чтобы было еще более привлекательно? Тот факт, что инвесторы к нам едут, идут, бегут, говорит о том, что мы действительно привлекательны и все делаем правильно. Спасибо вам большое, Ольга Николаевна, за беседу. В рамках промышленно-энергетического форума также проходит выставка ТНФ-экспо. На ней традиционно представлены инновационные разработки для топливно-энергетического комплекса в сфере нефтесервиса, нефтехимии, машиностроения, IT. Это, пожалуй, самая посещаемая площадка форума, на которой ты в центре событий. С участниками знакомятся мои коллеги. И далее я передаю слово Марии Ряниной. Промышленный потенциал региона Фуруфона ТНФ-экспо представляет масштабный стенд. И одна из компаний, которые представляют Челябинскую область, это Элметро. Мы пообщаемся с Евгением Нохриным, управляющим регионального представительства компании в Тюмени. Евгений, здравствуйте. Расскажите, чем занимается ваша компания и что вы представляете на форуме? Здравствуйте. Наша компания называется Элметро Инжиниринг. Это складывается из двух слов, как L – это электроника, M – это метрология. Наша компания успешно работает в этой сфере уже более 30 лет. Основной наш продукт, который мы изготавливаем, являются кориолисовые расходомеры, ультразвуковые расходомеры для учета газа, широкая линейка метрологического оборудования, поверочные стенды для поверки датчиков температуры, датчиков давления, уровни меры, отдельное метрологическое оборудование, которое успешно применяется с ССМами и нефтегазовыми компаниями. В сфере импотрозамещения мы работаем очень давно. Основной наш продукт, как я уже сказал, мы изготавливаем более 15 лет. Это кориолисовый расходомер, который абсолютно не уступает ничем ни по погрешности, ни по точности измерения, ни по стабильным метрологическим характеристикам импортных аналогов. Поэтому для нас импортозамещение – это как продолжение развития, а не как новое, что это требует сейчас. По ультразвуку также он является импортозамещающим продуктом. И раньше активно приобретали взамен импортных аналогов. Но в связи с последними событиями мы, получается, закрываем эту потребность своей продукцией. Еще одна компания, которая представляет промышленный потенциал регионов УРФО – это научно-производственный комплекс ВИП. Мы пообщаемся с коммерческим директором компании Сергеем Владимировичем Гришиным. Сергей Владимирович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вы представили для форума и вообще чем занимается ваша компания? Наша компания является флагманом, одним из лидеров приброссредственных предприятий Свердловской области. Мы выбраны одним из трех предприятий, которые представляют Свердловскую область. В нашу компетенцию входит производство первичных преобразователей давления. Это является ключевой компетенцией нашей компании. Данной технологией в серийном производстве не обладает ни одна из российских компаний. На базе этой технологии мы строим свои датчики давления. Данный параметр является ключевым. Поэтому с этой точки зрения мы наиболее импортно независимы в отношении к нашим оппонентам. На стенде представлены датчики давления в интеллектуальном исполнении. В датчиках реализована модульная конструкция. Датчики непрерывно опрашивают все свои технологические параметры. И выдают систему управления уже при возникновении какой-то ошибки или какого-то сбоя данные для принятия решения. Президент страны назвал чушью то, что Россия использует газ как энергетическое оружие. Путин отметил, как только нам отдадут турбину, Северный поток-1 будет включен. А так, цитируем, сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать. Загнали себя в санкционный тупик. Мы подготовили графику, чтобы наглядно показать, что сейчас происходит с поставками трубопроводного газа в Европу. Предлагаю посмотреть. У России есть несколько прямых маршрутов поставки газа в Европу. Так, по дну Балтийского моря проходят два газопровода в Северную Германию. Это Северный поток-1 и 2. Первый в данный момент простаивает из-за ремонта турбин. Второй парализован из-за санкций еще до того, как был введен в эксплуатацию. Также больше не функционирует из-за западных ограничений трубопровод Ямал-Европа, проходящий через Польшу. Прекратился транзит газа через распределительный пункт Сохрановка газопровода «Союз» в конечный пункт Ужгород. По нему перегонялось 30% от всего объема газа, поставляемого Россией в Европу. В результате топливо сейчас транспортируется по единственному оставшемуся газопроводу «Урингой-Ужгород» от компрессионной станции «Суджа» в Курской области. Два трубопровода идут из России в направлении Турции. Это «Голубой поток» и «Турецкий поток». Первый был запущен в 2003 году и на сегодня уже не работает с полной загрузкой. Второй «Турецкий поток» заработал два года назад. По нему российский газ от компрессионной станции «Русская» идет через Черное море в Турцию и далее может поставляться на юг Европы. Продолжаем выпуск. Сегодня эфир посвящен Туменскому нефтегазовому форуму. Напомним, что в программе несколько десятков мероприятий, сессий, круглых столов. В первый день 20 сентября участники ТНФ говорили о создании импорта независимых производств химических реагентов и высокотехнологичного оборудования для нефтедобычи, цифровизации технологий и развития социальных программ. Во второй день обсуждали роль России как глобальной энергетической державы и формирование новых бизнес-моделей. Сегодня же рассуждают о новом витке роботизации и использовании искусственного интеллекта. Далее предлагаю послушать мнение одного из спикеров участника форума. Если смотреть на базовые вещи, может ли работать нефтегазовая отрасль, может ли она работать эффективнее, чем сейчас на российских решениях, яхт. Несомненно, может. Я даже еще раз подчеркну, что те решения, которые сейчас предлагают отечественные разработчики, очень часто более продвинутые, более инновационные, чем те, которые сейчас стоят в компаниях нефтегазового сектора. И этому есть понятные причины и объяснения. Надо сказать, что, конечно, финансовый сектор, игрострой и многие-многие другие, конечно, из производства утаскивали лучшие кадры все последние годы. Сейчас, наверное, это положение немножко меняется. Сейчас мы стали и с точки зрения кадров еще более конкурентно способны. Например, потому что разработчики понимают, что те вещи, которые мы делаем, они, во-первых, имеют отношение к очень реальной жизни и понимают, что их труд будет востребован в любом случае. И, собственно, этих требований будет становиться, интереса будет становиться к нашей отрасли все больше. Что же касается того, чем можно прямо помочь, на самом деле существуют центры компетенции, которые недавно создало правительство индустриальное. Собственно, кажется, что все те проблемы, которые у нас есть, мы вполне успешно доносим. Коллеги нас слышат и предпринимают какие-то меры. Так как, опять же, с моей точки зрения, у нас вполне конкурентный и интересный продукт, который изначально не задумывался, у нас не было цели, давайте сделаем импортозамещение, то есть просто аналог. У нас изначально стояла цель сделать лучше, сделать интереснее и на новом технологическом уровне, то кажется, что мы вполне жизнеспособны и у нас, что называется, все будет получаться. В общем, я говорю не только о себе, но и о многих своих коллегах. Сейчас вновь прервемся, продолжим разговор буквально через пару минут. Не переключайтесь.